Минувший год оказался для Белорусского общества Красного Креста преимущественно успешным. Расширился волонтерский состав, окрепли районы организации. Основные показатели деятельности краснокрестовцев имели положительную динамику. Самым главным достижением общественной организации в 2013-м генеральный секретарь Виктор Колбанов считает привлечение международных доноров, которые пополнили ряды объединения. Сегодня акцент в работе Белорусского общества Красного Креста будет ставиться на пополнение рядов волонтеров и на совершенствование процессов реагирования на чрезвычайные ситуации. Мы очень нацелены на укрепление службы нашей по реагированию на совершенствование ситуации. Мы сейчас хорошо оснащены технически. Лодки, помпы, есть палатки, есть генераторы. Все необходимо, чтобы вытаскивать автомобили. Есть 8 автомобилей, в каждой областной организации есть специальный оборудованный автомобиль для этих целей грузовой, который идет под углом 45 градусов. Это амфибии. Поэтому сегодня задача, чтобы у нас были там устойчивые команды. Скудное финансирование в прошлом году не позволило осуществить брестским краснокрестцам ряд программных проектов по оказанию помощи нуждающимся. Несмотря на это, в 2013-м благотворительной организации была дана одна из высших оценок деятельности. Одна из сестер милосердия Брестской городской организации Красного Креста была награждена медалью Флоренс Найтинге Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Эта медаль всегда выдавалась медсестрам, которые проявили патриотизм, мужество, героизм, особенно в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время Международный Красный Крест проводит награждение медсестер, которые работают в мирное время. И вот за ее такой гуманизм по отношению к своим пациентам, к своим подопечным, за большую работу, которую она проводит в Красном Кресте по оказанию помощи людям, нуждающимся в ее помощи, она награждена этой медалью. Поэтому мы очень рады, потому что для нас это оценка и нашей службы милосердия, но и нашей работы. Брестская областная организация внесла достойный вклад в деятельность в целом Белорусского общества Красного Креста. И на фоне других областей она выглядит очень привлекательным. Она тоже характеризует тем, что очень много партнеров и активную часть в международных проектах. В ходе расширенного заседания активным вестникам доброты были вручены почетный грамот и заценный вклад в развитие организации Красного Креста. Среди них Зоя Олесик, председатель Малорицкой областной организации. После работы акушеркой она 9 лет посвятила волонтерской деятельности. И сегодня по состоянию здоровья решила уйти на заслуженный отдых. По словам Зои Дмитриевны, желание помогать ближним и стремление заботиться об окружающих и привели ее в организацию Красного Креста. Понимаете, вот когда оказываешь помощь людям, вот мы раздаем продовольственные посылки, мы раздаем одежду. И видишь, что люди очень довольны и благодарят за это. И действительно, особенно такие люди, которые вот едешь домой на дом, лежачие, которым очень трудно. И они довольны тем, что их не забыли, что их вспомнили, что им отметили это и дали помощь какую-то. Люди очень благодарны. Сегодня в Белорусской организации Красного Креста состоит порядка 21 тысячи волонтеров. И их число постоянно растет. Этих людей прежде всего заботят благополучие те, кто больше всего нуждается в поддержке и заботе. Инвалиды, дети с ограниченными возможностями, пожилые люди. Благодаря работе краснокрестовцев происходит гуманизация общественных отношений, направленных на уважение человеческого достоинства и облегчение страдания людей.